Продолжение следует... 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 В 2008 году, уже почти 10 лет прошло, с того момента появилось первое упоминание о биткоине, о технологии блокчейн, на которой основан биткоин и другие криптовалюты. И с тех пор, на самом деле, из никому неизвестного актива, непонятной технологии, биткоин превратился, по сути, в то, что называют даже заменой и новым форматом мировой финансовой системы. Отчасти каждое правительство и каждый центральный банк, либо частный банк, уже так или иначе рассматривает перспективы использования сферы и блокчейн-технологии в своих ежедневных процессах. Поэтому, опять же, это мы обсудим несколько позже, когда будем говорить о тех новостях, которые будут двигать курсы криптовалюты в ближайшее время. Ну и, конечно, по мере того, как росла стоимость биткоина, по мере того, как о нем узнавали все больше и больше людей, многие поняли, что это еще и отличный инструмент для инвестиций и для спекулятивного заработка. То есть, можно неплохо зарабатывать просто на изменении курса криптовалют по отношению друг к другу, либо по отношению, скажем, к американскому доллару, например. Потому что основные торговые объемы и оборот идет именно в отношении криптовалют по отношению к доллару. Ну, то, что озвучено на данном слайде, мы уже, в принципе, обсудили. Новые биткоины появляются в качестве вознаграждения за обработку транзакций, так называемый майнинг. То есть, здесь довольно просто данный процесс выстроен. Каждый, по сути, даже вы, либо я, можем принимать участие в работе системы и получать за это вознаграждение. Например, если мы, скажем, предоставляем свой компьютер для того, чтобы решать какие-то повседневные задачи, для того, чтобы обрабатывать текущие транзакции, текущие платежи, то можем рассчитывать на определенное вознаграждение, которое будет выполнено именно в виде той криптовалюты, транзакции, с которой мы, собственно, и обрабатываем. Однако, кроме того, криптовалюту можно намайнить, ее можно просто купить и, опять же, сделать это можно с помощью, например, биржи криптовалют, либо на специальном сайте. Но нам в контексте сегодняшней трансляции важнее понимать, как можно зарабатывать именно за счет трейдинга криптовалют. Поэтому, так или иначе, мы перейдем к этому вопросу несколько позже. Биткоины хранятся на специальных кошельках в интернете, например, либо на жестком диске компьютера. Известны многочисленные факты, когда по незнанию еще первые пользователи биткоина случайно уничтожали свои жесткие диски, просто выбросив в старый, например. Либо из-за технической ошибки все биткоины, которые были именно не в интернете на кошельке, а на кошельке, привязанном к жесткому диску, были безвозвратно потеряны. И я думаю, что в данный момент многие из этих пользователей, конечно же, жили, потому что, опять же, в несколько тысяч раз вырос окруз биткоина с момента появления. Почему биткоин будет расти и дальше? Есть ряд фундаментальных на то причин и есть ряд фундаментальных оснований, то есть, простым языком говоря, новостей, которые будут в ближайшее время влиять на котировки биткоина. Если мы говорим про общие фундаментальные основания, то прежде всего отметим, что сама технология биткоина способствует тому, чтобы он рос, потому что заранее известно конечное число биткоинов, постоянно усложняется добыча, то есть майнинг криптовалюты, поэтому, конечно же, нужно отметить тот факт, что количество новых биткоинов, которые будут поступать в обращение, будет постоянно уменьшаться. То есть, мы знаем, что если чего-то становится меньше, то цена на это растет. Ну, при, конечно, поддержании необходимого спроса, а спрос на криптовалюту, как вы сами можете понять, будет оставаться очень высоким в ближайшие годы, опять же, в силу того, что многие крупнейшие банки мировые уже выстраивают свои ежедневные процессы, в том числе клиринг, например, на основе технологии блокчейн, поэтому, конечно, так или иначе курс биткоина и других криптовалют, в частности, Ripple, который, я вижу, упоминался сегодня уже в чате, будет и дальше расти, потому что, опять же, находит свое прямое применение в реальной сфере, в процессах взаимодействия между банками, которые в данный момент происходят. Немаловажный фактор заключается в том, что будет увеличиваться приток новых инвестиций в сферу криптовалют, это связано как с крупными капиталами, потому что пока еще так называемые институциональные инвесторы не могут принимать участие в инвестициях и напрямую покупать биткоин, например, либо другие криптовалюты, потому что регулятор, в том числе США, так называемый СЕК, комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запрещает участвовать в подобных проектах в силу того, что пока они не регулируются никем. Но, опять же, в этом вопросе намечено очень масштабное изменение, это одна из главных новостей последнего времени. Дело в том, что сразу несколько проектов сейчас в США реализовываются на тему того, чтобы запустить, наконец, производный инструмент финансовый на основе биткоина на фондовой бирже, то есть либо на базе Чикагской опционной биржи это будет сделано, либо ходят слухи о том, что в Канаде фондовая биржа Торонто начнет торговлю ETF по специальным фондам, который будет напрямую зависеть от цены биткоина, и тогда в таком случае крупный капитал, о котором мы говорили, сможет напрямую инвестировать в дальнейший рост биткоина, и, конечно, этот ресурс настолько велик, что может вполне увеличить текущую стоимость биткоина в несколько раз. Более того, многие рядовые инвесторы пока еще просто боятся, либо не понимают эту технологию, поэтому по мере того, как у нас будет появляться все больше информации, по мере того, как все больше рядовых участников рынка, частных трейдеров будут знакомиться с данной технологией, понимать, что на текущий момент торговля биткоином это вполне надежное мероприятие, например, не так, как это было несколько лет назад, когда мы наблюдали, например, банкротство крупнейшей биржи криптовалют, и, конечно, также будет обеспечивать дополнительный приток нового капитала в данную сферу. Конечно же, технология является недооцененной, мы говорили о том, что многие банки используют ее, но вот начали они это делать относительно недавно. Более того, чуть ли не каждую неделю появляется новость о том, что можно несколько иначе применять биткоин и другие криптовалюты и проекты реализовывать именно на основе блокчейна. Поэтому, опять же, главный итог, который можно подвести к данному слайду, есть целый ряд факторов, которые будут влиять самым прямым образом на то, что биткоин будет расти в цене. Кстати, сегодня мы наблюдаем довольно интересную ситуацию. Биткоин обновляет свои локальные максимумы, и после некоторой коррекции можно уже говорить о том, что восходящий тренд вполне может быть продолжен. В самые ближайшие дни мы можем оказаться выше отметки в 4.500 за один биткоин, но об этом чуть позже. Конечно, понятие блокчейн и ICO должен знать каждый, так или иначе, кто работает в данной сфере. Как уже было мной сказано, блокчейн, технология, на которой основан биткоин и все другие криптовалюты, она подразумевает под собой децентрализацию, то есть, скажем, вся информация хранится не на одном сервере и контролируется не каким-то, скажем, одним регулятором, а находится на множестве компьютеров системы, то есть дизобных, опять же повторюсь, и не подконтрольных, то есть никакой центральный банк, например, не может повлиять на количество выпускаемых новых биткоинов, не может, скажем, увеличить эмиссию, что привело бы к резкому снижению курса, либо не может ее замедлить. Поэтому, опять же, именно в том, что технология защищена, в том, что ее невозможно, скажем, уничтожить полностью ту информацию, которая с помощью данной методики была создана, и то, что вся информация хранится в виде специальной цепочки блоков, вот именно это и обусловило тот факт, что и правительство стран, и многие банки сейчас активно работают над созданием как собственных криптовалют, так и реализовывают просто проекты на основе блокчейна. Если вы откроете любой новозной портал, скажем, посвященный криптовалютам, либо этой сфере, то увидите чуть ли не каждый день сообщение о том, что та или иная страна будет развивать, скажем, проекты на основе блокчейна. Буквально сегодня была информация о том, что Швеция готовится к запуску собственной криптовалюты в ближайшее время. И до этого уже несколько стран, из несколько арабских стран, говорил о том, что также будут запускать криптовалюту на основе именно своего государства. Итак, для того, чтобы торговать с криптовалютой и участвовать в росте либо снижении их курса, нужно обязательно открыть торговый счет. Сделать это можно на специальной бирже, либо через регулируемого брокера. Вот компания Markets, которая для вас проводит данный вебинар, как раз таки является брокером, то есть вы можете открыть счет в нашей компании и начать торговать. Вот на данном слайде есть сравнительная характеристика, и все говорит о том, что гораздо правильнее будет открывать счет именно в брокерской компании, нежели на бирже криптовалют. Все потому, что они не имеют должной регуляции. Это главный вопрос, который пугает многих, в том числе крупных инвесторов. Довольно неорганизованным является вопрос ввода-вывода, если говорить про биржи, опять же криптовалют. Ну и, конечно, элемент надежности подорван, потому что мы, кто следит за рынком давно, помнят, что в 2013 году был инцидент крупный с криптобиржей, MT-GOX, когда она объявила о банкротстве, и фактически перестала выплачивать средства трейдерам. Никто так своих денег обратно с торгового счета и не получил. И в нынешнем году PTC и, так называлось, и называется до сих пор, биржа криптовалют также заморозила на несколько месяцев торговлю. И вот эти вот все дополнительные факторы влияют на, обеспечивают неудобство в работе с биржей криптовалют. И по сравнению с регулированными брокерскими компаниями, конечно, это выглядит все менее востребовано. Поэтому, опять же, будет правильным решением работать именно с брокерскими компаниями, и, благо, сейчас довольно большое их число предлагают криптовалюту в качестве доступных инструментов. В принципе, с теоретической частью все. Можно переходить к анализу графиков в торговой платформе. Торговля доступна в терминале, который называется Меддрейдер-4. Это одна из наиболее востребованных платформ в мире. Все потому, что обладает довольно большим количеством встроенных инструментов для проведения анализа, поведения активов, и также обладает открытым кодом. То есть вы можете создавать собственные индикаторы, а также использовать так называемые автоматизированные торговые системы, либо роботы, советники их еще называют. То есть если у вас есть какая-то торговая стратегия, которую можно описать довольно точными правилами и автоматизировать, то можно зарабатывать без прямого участия со стороны трейдера. То есть сделки все будут открываться и закрываться автоматически. Это, опять же, если мы будем использовать советник в работе. Итак, у меня открыт сейчас график биткоин-доллар дневной. Если вы видите график, то, пожалуйста, поставьте плюсик в общий чат. Рассляцию рабочего стола я уже запустил. Да, все отлично. Переходим к анализу. Отмечали уже неоднократно в ходе прошлых вебинаров то, что, конечно, несмотря на общий восходящий тренд, коррекции по биткоину и по другим криптовалютам, которые так или иначе все коррелируют с биткоином, они наблюдаются регулярно. И вот несколько недель уже назад мы наблюдали очередную ситуацию снижения. Биткоин потерял довольно много, с 5 тысяч, опустившись до 3. Фактически на фоне новостей негативных из Китая. Кстати, Южная Корея тоже запретила ICO, кто не слышал. Но вот в противовес этой информации биткоин создает все условия, можно сказать, даже тепличные условия для того, чтобы данная сфера развивалась. Поэтому, опять же, если мы видим, что какая-то страна негативно относится к ICO, к теме криптовалют, то вот с другой стороны тут же возникают интересы, дополнительные стимулы для роста данной сферы. Поэтому, конечно, тот негатив, который был из Китая и Южной Кореи, он во многом уже нивелирован сейчас. И на него внимания уже никто практически не обращает. Вот, кстати, забыл упомянуть, когда говорили об основных событиях, которые нас ожидают в ближайшее время. Я думаю, что многие из вас еще не слышали о том, что 25 октября, по слухам, с вероятностью уже порядка 70-80% состоится очередное разделение биткоина на две ветви. То есть появится уже на две разделица текущая цепочка блоков. А это будет уже второе разделение по счету. Так называемый золотой биткоин, возможно, появится 25 октября. И вот на фоне этого разделения, на фоне появления очередного форка, так называемого, биткоин могут разгонять. Потому что все вы помните, что когда появился биткоин кэш в начале августа, вот после этого события, мы можем видеть на графике, в том числе, этот момент, вот начался резкий рост биткоина. Те, кто имел биткоин на кошельке, получили еще некое количество монет биткоин кэш. Поэтому, опять же, ожидаем то, что будут раздавать новые монеты, да, возможно, 25 октября уже, могут начаться очередные, ну, может начаться очередная волна массовых закупок биткоина. Поэтому вот сейчас самый главный момент – это ожидать закрепления в высшем уровне 4500. Мы можем этот уровень отметить на графике. Он был у нас актуальным еще до обновления локального максимума, до того момента, пока мы коснулись точки в 5000 за один биткоин. Вот сейчас тоже отмечу на графике эту область. И сейчас мы также подбираемся вот в последние дни к данной отметке. Безусловно, это очень важный ценовой уровень. На прошлом вебинаре мы отмечали, что стоит работать от уровня в 400 и 4300. Это вот те отметки, на которых уже можно было начать покупки, первые покупки, пока еще осторожные, биткоина. И на самом деле мы видим, что пока мы держимся выше данных значений, то есть низко сделок было закрыто в плюс теми, кто посещал наш вебинар на прошлой неделе в четверг. И в случае, если мы закрепимся выше отметки в 4500, те, кто уже имеет биткоины и либо открыл длинную позицию, то есть на покупку вы можете даже низко увеличить объем, опять же, если это не превысит в целом риски, которые вы берете на себя по торговому счету. Если, опять же, объем капитала позволяет еще добавить позицию, то можно будет закупить после преодоления отметки в 4500. Если же вы пока еще не открывали сделку, находитесь в стороне от рынка, то тоже план, в принципе, выглядит аналогичным. Дождаться пробоя 4500, понять, что у нас окончательно уже может возобладать восходящий тренд, то есть коррекция окончена, и ждать как минимум до 5000 точно. В таком случае, в случае пробоя 4500, до 5000 биткоин точно достанет, и очень-очень вероятно будет обновление исторического максимума и движение уже к отметке в 6-7 тысяч долларов за один биткоин. Опять же, все это станет возможным, если не будет дополнительного негатива в ближайшие дни и недели, и если вот технические факторы, да, пробой этой отметки в 4500 состоится. То есть, опять же, в таком случае можно будет говорить о том, что те, кто продавал биткоин еще в ходе прошлого покорения до вершины вот этой 5000, они окончательно свои ци на продажу закроют, и опять же, вот это закрытие позиций на продажу, конечно, будет означать дальнейший рост в силу увеличения объемов в целом торговли вот в эти дни. Ну, в последние дни, на самом деле, волатильность по биткоину не такая высокая, как могла бы быть, но тем не менее, тем не менее, вот она может вернуться на рынок. Мы видели уже несколько раз в этом году, как именно после обновления локального максимума наблюдается ускорение в росте котировок. Так было в апреле-майе после пробоя на тот уровень, на тот момент, прошу прощения, отметки в 2000 долларов, и так было в августе, когда вот опять же на фоне благополучного разделения биткоин на биткоин-биткоин-кэш, также многие ожидали, напомню, неких сбоев в системе, в проведении платежей, переживали, что биткоин-кэш может негативно повлиять на, в целом, обработку транзакций и на дальнейшую работоспособность системы, но ничего этого не произошло, поэтому, опять же, довольно быстро биткоин разогнали вверх. Вот если, опять же, ситуация повторится, мы имеем все шансы на это, то также можно будет видеть дальнейший рост. Если вы думаетесь скорее о его продаже биткоина, то и не верите в то, что он может продолжить рост, то считаете его переоцененным, то в таком случае продавать можно будет, но только после появления первых медвежьих, так называемых, сигналов, то есть первых сигналов на продажу. Такие появятся именно после возврата цены ниже отметки 4.100 и 3.950. Вот этот уровень также я нанесу на график. Мы видим, там было множество касаний цены, был довольно большой объем вблизи этого уровня проторгован, поэтому, конечно, вот отметка в 3.950 будет первым ориентиром. Опять же, можно говорить о том, что если мы уберем все уровни горизонтальные, которые я сейчас нанес, то можно говорить о наличии локального восходящего тренда, который можно также синие линии на графике обозначить. Поэтому, как минимум, чтобы говорить о продажах и о том, что будет движение вниз, нужно дождаться пробоя данной отметки и вот тогда уже от уровня 4.000 можно будет продавать. Но, опять же, повторюсь, пока никаких абсолютно нет ни фундаментальных оснований, ни технических для подобного снижения. На очереди у нас... Так, одну секунду. На очереди у нас еще несколько новостей, которые нас ожидают в ближайшее время. И вот после этого мы вернемся уже в торговый терминал для того, чтобы продолжить именно анализ тех инструментов, да, основных криптовалют, которых 8 насчитывается именно в компании Amarkets. Доступно 8 основных криптовалют. И продолжим уже дальнейший анализ. Что касается тех событий, которые нужно отслеживать, так это еще и начало регулируемой торговли ICO токенами. В ходе прошлого вебинара мы говорили о том, что появились планы у довольно крупной компании из США о том, чтобы запустить первый ETF-фонд под регуляцией комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в США. И вот на самом деле выяснилось на текущей неделе, что будет еще один подобный проект, то есть уже два намечена инструмента на основе биткоина и других криптовалют, которые будут торговаться на фондовой бирже в США под контролем, опять же, SEC, то есть комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Я напомню, что раньше SEC признала ICO токены аналогом ценных бумаг, то есть по сути приравняла их в некотором смысле к тем акциям, которые регулярно размещаются новыми компаниями в США и которые уже торгуются на фондовой бирже. И поэтому, опять же, после того, как данная регуляция будет, можно будет говорить о том, что торговля ICO токенами станет регулируемой и, значит, конечно же, будет приток новых инвестиций в данную сферу. Но я думаю, что можно перейти уже обратно в торговый терминал, потому что про разделение биткоина и запреты ICO в Южной Корее мы рассмотрели. Давайте вопросы оставим на более позднее время, потому что сейчас у нас тема несколько иная. На самом деле в последние торговые дни наибольшая прибыль нашими трейдерами была получена по Zcash. Если вы наблюдали за данной криптовалютой, то, конечно же, могли удивиться, хотя вот эти импульсивные движения вверх, пожалуй, уже мало кого удивляют. Но, тем не менее, с 200-420 удалось разогнать Zcash. Там были определенные слухи о том, что могут начать реализовываться несколько очень значимых проектов на основе данной криптовалюты. И, конечно же, на фоне этих новостей были очень большие объемы на покупку сделаны трейдерами на многих биржах. Но, опять же, как часто бывает в таких ситуациях, после резкого движения вверх последовала настолько же сильная коррекция. То есть мы сейчас находимся на нитке в 240 примерно за один Zcash. И, конечно, по сути, почти весь этот рост, который был на графике, он оказался компенсирован. Однако мы можем в целом отмечать, что подобные движения уже были и раньше по данной криптовалюте. Она также уже доходила в момент пика, касаясь уровня 420 в июне текущего года, вот на фоне еще той волны роста сферы криптовалют. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы покупать Zcash и рассчитывать на дальнейший рост данного инструмента. Вот мы видим, что в целом торговля происходит в боковом канале. Мы берем ситуацию глобально, то есть это дневной график у меня открыли. Здесь ситуация отражена рыночная с начала лета текущего года. Поэтому есть некий коридор, в рамках которого торгуется данный цифровой актив. И вот сегодня мы видим первые признаки разборота. У нас вновь появляется некий объем на покупку. Это первая зеленая свеча, которая показывает рост, может появиться впервые за несколько дней. Поэтому вот наша довольно перспективная торговая идея это покупать Zcash выше отметки в 255. Вот сейчас мы торгуемся на уровне 242, как я уже отметил. Но вот по аналогии с биткоином есть очень важное ценовое значение на уровне 255. Там неоднократно уже наблюдались повышенные объемы как со стороны покупателей, так и продавцов. В разное время пробивая именно данный уровень мы видели сильный импульс в движении цены. Поэтому, конечно, при повторном закреплении выше данной отметки можно будет покупать, причем стоп-лосс, то есть ордер, который ограничивает ваши максимальные потери, можно будет разместить довольно близко к уровню открытия сделки, примерно по 249. Потенциал роста в таком случае будет находиться на уровне как минимум в 320 и затем в 400 долларов за одну монету. Поэтому, конечно, очень интересно будет понаблюдать за развитием ситуации именно по данной криптовалюте. Двигаемся дальше. Предлагаю посмотреть еще за лайткоином. Это криптовалюта, которая во многом коррелирует с биткоином, потому что, по сути, является его производной. То есть у них очень много схожих элементов в технологии, но при этом имеет часто свою собственную историю на графике. Мы отмечали в годе прошлых вебинаров отличную торговую идею по покупке лайткоина. Кто не был с нами, расскажу, что мы покупали его выше уровня в 50 долларов. Это был абсолютный максимум на тот момент. И по аналогии с движением по биткоину в этом году, после пробоя максимального значения, это, в принципе, одна из основных торговых стратегий, которая работает в этом году, то есть покупка после обновления исторического максимума. Вот мы и совершали данные сделки. Часть позиций закрывали после консолидации здесь, на уровне 62, но большая часть была закрыта в промежутке между 73 и 75 примерно. То есть до уровня в 90 все движение довольно мало кто, что называется, высадил и забрал прибыль со всего движения. Но, тем не менее, было движение довольно впечатляющим. Сейчас мы видим, что цена консолидируется вблизи уровня 70 долларов за одну монету. И, конечно, это сигнал тому, чтобы внимательно следить за данной криптовалютой. Опять же отмечу, что есть некий элемент корреляции между биткоином и лайткоином, поэтому, учитывая тот факт, что биткоин, вероятно, не всего продолжит рост в ближайшие дни, можно также наметить определенную точку для входа и по лайткоину. Это можно будет сделать уже совсем близко. Сейчас мы находимся на уровне 69-60 примерно. Покупать можно будет уже через 1 доллар, то есть, точнее, 2 доллара, прошу прощения, по 71-50 можно будет уже совершать первые сделки, если вы еще не купили лайткоин. И опять же у нас будет аналогичный паттерн, паттерн это некая формация из свечей на графике, будет аналогичный паттерн тому, что мы видели по биткоину в ходе прошлых разворотов. Когда у нас некое снижение, то есть, коррекция в условиях восходящего тренда наблюдается. И затем мы видим, как эта коррекция прекращается. Вот я отмечу такой уровень по биткоину, который был еще в июле месяц. Но вот хотел бы просто рассказать, как происходит окончание коррекции и возобновление восходящего тренда. Потому что очень важно понимать, когда коррекция окончена по криптовалюте и когда можно входить в рынок и вновь покупать ее после этого отката. То есть, важно провести некую границу, вдоль которой проводились продажи ранее, выдавить важный уровень и от него уже работать. Вот в случае с лайткоином ситуация может повториться. паттерн, о котором я говорил, также можно провести линию нисходящего тренда, причем здесь она под большим углом располагается и в случае, когда мы оказываемся за пределами данного нисходящего канала, можно будет начинать первые покупки. Опять же, это примерно состоится после закрепления выше отметки в 71.50. Поэтому это вот третья идея, которая может быть актуальна в ближайшие недели, это именно покупка лайткоина от уровня 71.50. Итак, двигаемся далее. Нет, был график на самом деле лайткоина, на Монеро сейчас никто не смотрел. Кстати, с лайткоина, то у меня график открыт дневной, последняя свеча за конец сентября еще на этом графике, он не обновлен, просто прошу прощения, но в любом случае отметка 71.50 остается, то есть учитывая ту волатильность, которая была по данному инструменту в ходе последнего движения, последней волны, когда цена прошла почти 100% буквально за несколько дней, вот если вернется объем в данный инструмент, то, конечно, мы вполне можем видеть достижение тех ценовых уровней, которые были обозначены, поэтому опять же те торговые идеи, которые мы обозначили, они в любом случае актуальны. Далее предлагаю перейти к одному из главных открытий дня сегодняшнего и вчерашнего тоже надо отметить, это, конечно же, Ripple. Те, кто следил за Ripple в ближайшие дни, в последние дни, прошу прощения, конечно же, могли видеть сигналы на покупку. Довольно интересная ситуация, если мы говорим про перспективу на часовом графике, не на дневном, а вот именно в меньшем диапазоне торговой идеи, которая может себя продать в течение одного-двух дней, то есть довольно краткосрочная, также заключается в том, что можно покупать Ripple от текущих значений, да, может показаться, что уже низко поздно, потому что мы покупали еще после закрепления выше и пробоя данного уровня, вы можете видеть, вот опять же, похожий паттерн по продолжению тренда, когда мы видим, цена двигается вдоль нисходящей линии сопротивления, касается ее несколько раз, и затем данный уровень пробивается, то есть там можно говорить о фигуре теханализа, которая называется треугольник, вот было некое сужение, то есть мы в какую сторону за рамки треугольника вышли бы, в такую в итоге и пошла бы цена в ближайшие дни. Идея полностью себя оправдала, мы видим, что ускорение, то есть ускорение роста котировок произошло именно после пробоя данной нисходящей линии, и сейчас вот вторая волна этого восходящего движения наблюдается, у нас также есть небольшая коррекция буквально сегодня, которая состоялась, но сейчас рост продолжается. Опять же, можно покупать либо от текущих значений, но в таком случае рекомендую уменьшить объем, потому что мы это шли довольно далеко от важных уровней, и может быть некая коррекция в течение ближайших трех-четырех часов, либо можно дождаться опять же следующей коррекции и взять после нее Ripple. Целями могут быть, сейчас, если он торгуется по 22, целью, почти 23, то следующей целью могут быть отметки в 26, 27, и тот максимум, который был в августе еще текущего года, это отметка в 28 центов за один Ripple. Учитывая, что данная криптовалюта является одной из самых дешевых, если брать топ-10 по капитализации, то, конечно, идея выглядит очень перспективной. Изначально время вебинара у нас было обозначено как 45 минут, они подходят уже к концу. Предлагаю рассмотреть те вопросы, которые вы задавали в общем чате, и сделаю небольшой анонс специально для тех, кто с нами сегодня на трансляции, брокера Markets готов предоставить торговый бонус в размере 25% от суммы выполнения, то есть, если вы решите начать работать с нами и пополнить реальный торговый счет, то мы добавим 25% к этому пополнению и отправим кроме текущего вебинара и прошлых вебинаров еще и книгу по криптовалютам, которую мы подготовили специально для тех, кто находится в поиске торговых стратегий, например, по криптовалютам, либо просто хочет свои знания несколько расширить по сфере криптовалют, поэтому рекомендую воспользоваться данным предложением, отмечу, что мы стали одними из первых, кто запустил биткоин-счета именно из регулируемых брокеров, у нас вы можете пополнить счет прямо в биткоинах с кошелька и затем выводить также без комиссии, без конвертации в доллары либо в другую валюту, конечно, это очень удобное предложение, я считаю, более того, мы внедрили дробный лот, то есть для старта нужно иметь, ну, чтобы купить, скажем, биткоин без кредитного плеча, то есть нужно уже не 4300, скажем, а всего лишь 430 долларов, то есть можно купить одну десятую долю биткоина, а если учесть, что еще и кредитное плечо предоставляется, тем, кто в этом заинтересован, то для старта нужно еще меньше, буквально от 100 долларов, насколько я помню, уже можно начинать работать, но опять же, насколько будет обоснована та прибыль, которую вы будете получать, это уже другой вопрос. Более того, мы запустили инвестиционный портфель на основе криптовалют, это то, что может быть интересно для тех, кто привык инвестировать, а не сам торговать и открывать сделки на своем счете. Вы можете купить портфель на основе криптовалют, который содержит в себе биткоин, лайткоин и эфир, позже у него будут добавлены другие перспективные криптовалюты. За прошлый месяц была показана доходность около 30% по данному портфелю, и учитывая, что рост по биткоину с большой той вероятностью продолжится в ближайшие дни, также мы ожидаем очень неплохую доходность по портфелю в текущем месяце. Итак, да, те вопросы основные, которые вы задавали, что касается всей информации о нас, о брокере, о маркетстопе, попрошу вас посмотреть либо сайт компании, например, я скину ссылку на раздел с криптопортфелем, но на сайте есть исчерпывающая информация и по регуляции, по регуляции, по защите клиентов на сумму до 20 тысяч долларов, по аудиту финансовому, который был пройден в текущем году, поэтому, я думаю, надежность не вызывает каких-то сомнений. Да, по лайткоину я уже отметил, что график был несколько неактуальным, но те ценовые уровни, которые были обозначены не в любом случае актуальны. То есть, опять же, с 51, 53 долларов до 70 лайткоин может долететь буквально за 2-3 дня, если тренд по биткоину восходящий продолжится в ближайшие дни. Так, что еще вы спрашивали? На момент разделения лучше иметь большую часть именно в биткоине. Вот именно сегодня была новость о том, что многие сейчас свои активы переводят из других криптовалют именно в биткоин, ожидая разделения и получения новых монет, которые будут в результате разделения получены. по криптопорфелю пожалуйста подробнее обращайтесь в поддержку, да, эта тема довольно такая обширная, поэтому все технические нюансы, опять же, не в ходе вебинара, а в ходе личного общения предлагаю с вами обсудить. Да, про арбитраж довольно интересный вопрос. На самом деле это отличные торговые стратегии, курсы криптовалюты так или иначе отличаются на всех биржах, из-за особого спроса предложения на каждой бирже торгует определенное число участников, которые покупают или продают биткоин, в какой-то момент времени. Поэтому, конечно, можно зарабатывать на арбитраже криптовалют, то есть покупая на той, где она дешевле, и продавать на той, где она дороже. Более того, можно использовать стратегию арбитража на основе коррелирующих криптовалют, то есть брать тот же биткоин и лайткоин, например, и смотреть корреляции между ними. Как только одна из них вырастает сильнее, чем другая, то нужно покупать ту, которая отстает, и продавать ту, которая уже выросла сильнее. То есть это, если кратко говорить о тех стратегиях арбитражных, которые можно использовать. Отмечу, что мы на портал insider.pro и на наш сайт подготовили большой материал по арбитражным стратегиям, поэтому он появится, я думаю, либо завтра, либо в понедельник. Также к нам можете обратиться в компанию для получения подробного и исчерпывающего материала по данной теме. теме. Но опять же, про биржи криптовалют я говорить, пожалуй, сейчас не буду, потому что мы с вами обсудили сегодня, что гораздо эффективнее и надежнее торговать именно через регулируемую брокерскую компанию, нежели через биржу криптовалют. Опять же, можно вернуться к этому слайду. Более удобный вывод, защита для клиентов, наличие физических офисов и тот же терминал, в котором мы сегодня были, говорит о том, что гораздо удобнее и надежнее работать именно с брокером, нежели с биржей криптовалют. На этом, пожалуй, все. Мы сегодня обсудили несколько довольно интересных торговых идей по криптовалютам. В нашем торговом чате они обязательно найдут свои продолжения. ссылка была еще в самом начале сегодняшнего чата. Присоединяйтесь к нам в Телеграме и будем вместе обсуждать те ключевые торговые идеи, которые можно будет реализовывать на основе криптовалют. Все вопросы попрошу адресовать либо в этот чат, мы на них ответим обязательно, в таком случае указывайте, пожалуйста, вашу почту, либо просто обратиться можете к менеджерам компании АМАРКЕТС, обязательно техподдержка либо специалисты компании вам помогут со всем разобраться. В следующий четверг мы также проведем подобное мероприятие, поэтому всех призываю на нем присутствовать и обсудим то, что будет происходить за эту неделю и новые торговые идеи, конечно же, тоже. На этом все, всем спасибо, что были сегодня с нами, мы были рады для вас работать, всем успехов в торговле и до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok